Гороскоп на декабрь 2022 года для каждого знака зодиака. Последний месяц года пройдет под влиянием Солнца и Меркурия, поэтому потребность в общении резко возрастет. В одиночестве будет некомфортно даже тем, кто считает себя нелюдимым интровертом. Чаще общайтесь с родственниками и друзьями, посещайте мероприятия. Первая декада месяца – подходящий период для завершения ранее начатых проектов, а на более глобальном уровне – для переосмысления своей жизни и подведения итогов прожитого года. Юпитер, соединившийся с Сатурном в последних градусах Козерога, призывает сбросить в себя путы прошлого, простить всех, кто вас обидел или предал, очистить свое сознание от негатива. 7 или 8 декабря, когда Луна расположится в чистоплотном знаке Девы, будет полезно провести генеральную уборку. Логика может завести вас в тупик, о чем предупреждает Нептун. А потому во всех сложных ситуациях, а также в ситуациях выбора, прислушивайтесь, что подсказывает вам сердце. Чудеса возможны, о чем в период с 21 по 31 декабря говорит гармонично аспектированная Белая Луна. Впрочем, они произойдут только с открытыми миру, доброжелательными и целеустремленными людьми. Не падайте духом ни при каких обстоятельствах. Если у вас есть цель, идите к ней, не ища обходные пути. 22 декабря вы можете привлечь в свою жизнь дополнительное везение. А что приготовил декабрь для каждого знака зодиака? Овен в гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Овна Солнце будет в вашем девятом доме. Гороскоп предсказывает Овну в декабре, что сейчас вы будете хотеть учиться, пополнять свои знания и оптимизировать их. Путешествия, особенно за границу, станут для вас настоящим магнитом. В вас проснется дух исследователя. Хороший период для того, чтобы получить новое образование, подготовиться к сдаче экзаменов или переучиться, переквалифицироваться в профессиональном плане. В личной области Овна в декабре может привлекать человек, живущий за границей, гражданин другой страны или даже представитель другой культуры. Гороскоп на декабрь – здоровье и энергия. Что касается Марса, то он продолжит удерживать свои позиции в вашем третьем доме. И это пойдет вам только на пользу. Благодаря Марсу в этой активной области вы будете полны энергии, занимаясь делом, которое вам нравится. Используйте это благоприятное время для занятий в спортзале. Сейчас вы сумеете быстрее добиться внушительных результатов. Гороскоп на декабрь – Овен обещает, что ваше самочувствие продолжит вас радовать. Деловой гороскоп на декабрь – Овен. Уже в начале декабря Меркурий переходит в ваш 10-й дом. Гороскоп на декабрь говорит, что иногда под этим транзитом люди меняют работу или переводятся на другую должность. Меркурий пробуждает у них желание расти и развиваться на своем профессиональном пути. Это вполне может произойти и с вами, особенно, если вы сочтете, что достигли своего потолка в нынешней должности или карьере. С другой стороны, Овен в декабре может запустить сразу несколько проектов, выполнять множество действий одновременно или совмещать несколько работ. Вы просто не сможете усидеть на одном месте без дела. Это будет очень интересный период, который может полностью изменить вашу профессиональную жизнь. Любовный гороскоп Овен. Как и Меркурий, Венера проведет первую декаду месяца в вашем девятом доме, затем она перейдет в десятый. Овен в декабре будет готов полностью открыться миру, отказавшись от прежней рутинной жизни. Скорее всего, вы будете вести активную общественную жизнь, проводить время со своими друзьями, увлечетесь каким-то новым для себя делом. С одной стороны, ваша жизнь в декабре может оказаться настолько насыщенной, что она может отодвинуть на задний план даже личные проблемы, если они существуют. С другой, гороскопный декабрь Овен считает, что если вы до сих пор оставались одиноки, то у вас появится много шансов на то, чтобы завязать интересное знакомство. Полнолуние в Близнецах 8 декабря 2022 года для Овна. Эта полнолуние заставит Овна в декабре обратить внимание на свое ближайшее окружение. Возможно, что-то в этой области потребует исправления, доработки или улучшений. Возможно, вы получите какие-то новости от ваших друзей или коллег по работе. Или же у вас появится новый сосед. Какую-то роль в вашей жизни в этот период могут сыграть ваши братья и сестры. Существует большая вероятность того, что новости, которые вы получите, будут связаны с вашими социальными сетями или интернетом. В любом случае, изменения, которые будут происходить в этот период, так или иначе могут касаться ваших контактов с другими людьми или современных средств связи и коммуникаций. Новолуние в Козероге 23 декабря для Овна Существует большая вероятность того, что у Овна в декабре под этим новолунием произойдут какие-то события, начнется нечто, что поможет вам в продвижении ваших глобальных целей. Овен может начать писать новую главу в своей профессиональной области. Это может быть начало участия в каком-то проекте, новый член команды, новое руководство или новые обязанности, ну и так далее. Однако могут происходить и какие-то более общие события, которые помогут вам осознать роль, которую вы играете в обществе и свое в нем предназначение. Декабрьская новолуния посеет семена новых возможностей, которые помогут вам добиться жизненного успеха. Самое главное, чтобы не пропустили момент, когда они взойдут и начнут давать свои плоды. Благоприятные дни для Овна на декабрь – 4, 8, 12, 17, 22, 27, 31, неблагоприятные дни 2, 6, 10, 14. Телец – гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Тельца Солнце будет находиться в вашем восьмом доме. Гороскоп предсказывает Тельцу в декабре, что он может стать для вас периодом трансформаций, глубоких изменений, возможно даже кризиса. Это может выражаться в управлении ресурсами, средствами, товарами, бюджетом, могут быть какие-то необычные поступления или потери, или, например, касаться ваших отношений. Вам предстоит определить, что вы должны сохранить и от чего вы должны отказаться. У Тельца в декабре может возникнуть потребность в уединении как для большей связи со своим романтическим партнером, так и для собственной эмоциональной безопасности. Гороскоп на декабрь – здоровье и энергия. Последний месяц года Марс также проведет в вашем втором доме. В этот период вы будете полны решимости отстаивать и защищать свои ценности. Гороскоп на декабрь – Телец считает, что сейчас вы можете отправиться отдыхать, например, на турбазу или на горнолыжный курорт. Все зависит от того, что вам ближе и что вы считаете для себя наиболее престижным. Будьте внимательны и осторожны. Интенсивные физические нагрузки и стремление доказать свое превосходство другим могут привести к последствиям. Любовный гороскоп на декабрь – Телец. Первую половину месяца Венера проведет в вашем восьмом доме, затем она тоже переместится в девятый. Гороскоп на декабрь – Телец предсказывает, что в начале месяца ваша харизма может оказаться на пике, даже слишком, вам будет нравиться рисковать, провоцировать, пробовать что-то новое, может быть даже запретное. Вполне возможно, что дело ограничится обычным тайным романом, адюльтером, но, может быть, вы захотите пережить и какой-то новый опыт. Не исключено, что у Телца в декабре года завяжется роман с человеком из другой страны или представителем другой культуры. Или во второй половине месяца вы вдвоем отправитесь в заграничное путешествие. Деловой гороскоп – Телец. Хотя в самом начале месяца Меркурий также будет присутствовать в вашем восьмом доме, уже в конце первой недели он переходит в девятый. По мнению гороскопа на декабрь – Телец. В этот период вам лучше не сосредотачиваться на каких-то мелких деталях, а нужно научиться мыслить более масштабно, видеть картину в целом. Транзит Меркурия через девятый дом окажется чрезвычайно полезен с точки зрения изучения чего-то нового, для сдачи экзамена, для собственного образования, но также для того, чтобы обучать других. В практическом смысле Телец в декабре может посвятить себя расширению своего дела и найму новых работников. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Тельца. Тельцу в декабре удастся сконцентрировать внимание на вопросах, связанных с личной властью, контролем. Пришло время разобраться в том, что действительно является вашим, а что принадлежит другим людям. Может быть, именно сейчас вы совершите какую-то довольно крупную покупку, о которой мечтали уже долгое время. Или наоборот, Тельцу в декабре предстоят неожиданные и незапланированные траты. Так происходит, когда что-то неожиданно ломается, и это нужно срочно заменить. Постарайтесь еще раз внимательно присмотреться к своему кошельку и определить, что вы можете себе позволить. Новолуния в Козероге 23 декабря для Тельца. Вероятно, у Тельца в декабре может возникнуть некоторое беспокойство и неудовлетворенность обычными делами. Чтобы с этим справиться, приложите усилия для инициализации новых проектов. Сделайте что-то, что будет подпитывать ваш дух авантюризма. Будет способствовать расширению воображения и кругозора. Не обязательно прыгать с парашютом, хотя, почему и нет. Можно просто найти интересную книгу или какую-то образовательную программу, помогающую формированию нового взгляда на жизнь. Наконец, попробовать себя в новом хобби. Это позволит вам на время оторваться от рутины повседневной жизни. Благоприятные дни для Тельца в декабре. 1, 5, 9, 15, 20, 24, 28, 30. Неблагоприятные дни. 3, 7, 13, 22, 26. Близнецы. Гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Близнецов Солнце будет гостить в вашем седьмом доме. Гороскоп предсказывает Близнецам в декабре, что основной задачей этого месяца для вас является укрепление отношений с другими людьми. В любом случае, сейчас не время для каких-то индивидуальных проектов. Если вы хотите чем-то заняться, найдите себе напарника, вдвоем вы справитесь намного быстрее. Месяц отлично подходит и для того, чтобы строить свою личную жизнь. Близнецы в декабре смогут уладить какие-то перманентные конфликты со своим партнером или даже вступить в брак. Сейчас вам окажется намного легче отказаться от собственных амбиций, встать на сторону другого человека и найти устраивающий обоих компромисс. Гороскоп здоровья и энергия. Этот год Марс так и закончит в вашем первом доме. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом для того, чтобы добиться поставленных на год целей. Гороскоп на декабрь Близнецы считает, что вы вполне можете заняться каким-то спортом для того, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Самое главное – продолжить эти занятия и после того, как Марс покинет ваш первый дом. Займитесь саморазвитием. Используйте сильную энергию Марса в позитивных целях, а не направляя ее исключительно на самоутверждение для того, чтобы показать окружающим свою крутость. Ваше самочувствие находится на своем пике, так что сезонные хвори вам совершенно точно не грозят. Деловой гороскоп на декабрь В конце первой недели Меркурий покидает ваш седьмой дом и передвигается в восьмой. Гороскоп на декабрь Близнецы считает, что в этом месяце вам придется иметь дело с чужими средствами. Меркурий наделит Близнецов в декабре большой способностью к концентрации и стремлением постигать неизвестное, что является хорошим подспорьем для разработки дальнейшей стратегии составления плана действий на ближайшее время. Сейчас от вас будет практически невозможно что-либо утаить, вы будете хорошо чувствовать любую неискренность и попытки манипулирования, хорошо зная, каким образом этому можно противостоять. Любовный гороскоп Близнецы Начало декабря Венера проведет в вашем седьмом доме, затем, во второй декаде, она передвинется в восьмой. Она наделит вас силой чувств, обаянием и всеми возможностями для того, чтобы вы могли добиться того, что делает вас по-настоящему счастливыми. Гороскоп на декабрь Близнецы говорит, что при возникновении каких-то конфликтов в начале месяца, скорее всего, вы сделаете все возможное для того, чтобы задобрить своего партнера, умело сглаживая разногласия и подчеркивая то, что вас объединяет. Во второй половине месяца Близнецов в декабре могут приобрести особенную интенсивность. Любовь для вас будет тесно связана с чувственной стороной вопроса, что сделает ваши отношения особенно яркими и горячими. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Близнецов Эта полнолуние у Близнецов в декабре знаменует начало нового этапа в жизни. Попробуйте взглянуть на себя критически и определить, что вам нужно оставить при себе, а от чего лучше избавиться. Вероятно, сейчас вы особенно сильно будете желать быть на виду, привлекать внимание окружающих. Однако это не должно вас сильно беспокоить. Близнецы вполне могут получить необходимое им внимание, используя какие-то позитивные способы, не забывая при этом с уважением относиться к тем, кто находится с ними рядом. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и хорошо обдумывать то, что вы собираетесь сказать. Новолуние в Козероге 23 декабря для Близнецов Близнецы в декабре в период этого новолуния смогут отдать свои долги. Или вам отдадут долг, пусть и небольшой, все равно будет приятно. Возможно, что вам одобрят ипотеку, за которой вы обращались. Эта новолуния может заставить вас по-другому взглянуть на свою жизнь более глубоко. Может быть, Близнецы сумеют заметить некоторые вещи, которые уже не работают должным образом. Подумайте, действительно ли вы можете их исправить, и нужно ли вам это. Иногда намного практичнее бывает просто избавиться от ненужного или устаревшего хлама для того, чтобы освободить место для чего-то нового. Благоприятные дни для Близнецов в декабре 2, 8, 12, 18, 22, 26, 31 Неблагоприятные дни 5, 10, 11, 20, 24, 28 Рак, гороскоп на декабрь 2022 года В декабре в гороскопе рака солнце будет гостить в вашем шестом доме. Гороскоп предсказывает раку в декабре, что в центре вашего внимания окажется ваша работа, ваше здоровье и помощь кому-то из окружающих. Сейчас вам окажется легче сконцентрироваться на каких-то мелких деталях, и хотя, скорее всего, вам придется изо дня в день выполнять свои привычные обязанности. Благодаря вашей точности и эффективности вы сможете заслужить уважение коллег и признание начальства. Может быть, именно в этом месяце вы решите заняться спортом и начнете посещать тренажерный зал. А может быть, раку в декабре придется принять на себя заботу о ком-то из своих близких. Гороскоп на декабрь Здоровье и энергия Марс надежно обосновался в вашем двенадцатом доме, где он и закончит этот год. В общем, вы должны были уже привыкнуть к этому транзиту за несколько месяцев, так что ваша активность сейчас не слишком будет отличаться от той, что вы вели месяц или два назад. Сейчас вы не стремитесь афишировать свою жизнь, предпочитая вести ее, что называется за шторами, вдали от людских глаз. Часто вы можете не знать, чего вам хочется, а иногда и вовсе ничего не будете хотеть. Ваша энергия находится практически на нуле, потому гороскоп на декабрь, рак, рекомендует вам не расходовать ее понапрасну. Больше отдыхайте, проведите профилактику сезонных заболеваний, следите за своим питанием, пейте витамины. При обострении хронических недугов строго выполняйте рекомендации врача. Деловой гороскоп на декабрь, рак. В самом начале месяца Меркурий переходит в ваш седьмой дом. Если у вас уже возникали какие-то проблемы с вашим деловым партнером, гороскоп на декабрь, рак рекомендует вам воспользоваться моментом и поговорить по душам. Сейчас вы сможете быстро найти компромисс и решить все вопросы ко взаимному удовольствию. Несмотря на то, что под этим транзитом вам становится проще общаться с каждым человеком по отдельности, находясь в большой группе, вы, скорее всего, будете чувствовать себя не слишком комфортно. Раку в декабре определенно не будет хватать напористости, хотя он проявит великолепные качества переговорщика. Любовный гороскоп на декабрь, рак. В начале месяца Венера будет находиться в вашем шестом доме. Скорее всего, в этот период вы окажетесь слишком сосредоточены на работе. Гороскоп на декабрь, рак говорит, что, возможно, вас даже ожидает повышение зарплаты. Однако, когда в начале второй декады Венера перейдет в ваш второй дом, ситуация может несколько измениться. Вы с вашим партнером будете искренне любить друг друга, предпочитая проводить время не в компании друзей, а наедине. Даже если вы вдруг и поссоритесь, ваша ссора продлится совсем недолго. Одинокий рак в декабре может особенно стремиться к отношениям, находясь в активном поиске нового партнера. Полнолуние в близнецах 8 декабря для рака. Скорее всего, у рака в декабре появится непреодолимая потребность побыть в одиночестве. Вновь могут напомнить о себе эмоции, которые вы пытались в себе подавить. Если вы не хотите заработать стресс, депрессию или какое-то психосоматическое заболевание, настала пора с ними разобраться. Ваша интуиция сейчас будет особенно обострена, а потому ничего удивительного, если вы вдруг неожиданно для себя о чем-то догадаетесь, раскроете какую-то тайну, нечто, что от вас уже давно скрывали. Не стремитесь к активным действиям, просто отдыхайте, медитируйте и заряжайтесь энергией. Новолуние в Козероге 23 декабря для рака. У раков в декабре могут начаться новые и важные отношения, как романтические, так и деловые. Может быть, именно сейчас вам предстоит подписание нового контракта. Или вы сумеете договориться о создании совместного бизнеса. В то же время отношения, которые себя исчерпали, могут оборваться. Не стоит об этом жалеть, так бывает. Это необходимо для того, чтобы вы могли впустить в свою жизнь что-то новое, то, что действительно будет работать и иметь для вас значение. С другой стороны, жизнеспособные отношения могут быть выведены на новый уровень. Например, вы можете съехаться со своим романтическим партнером или вступить в брак. Благоприятные дни для рака в декабре. 1, 6, 11, 15, 19, 23, 27. Неблагоприятные дни для рака в декабре. 4, 8, 13, 17, 21, 25, 29. Лев. Гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе льва наступает веселый и беззаботный период. Гороскоп предсказывает льву в декабре, что солнце сейчас будет находиться в вашем пятом доме, оно наполнит вас вдохновением и тягой к творчеству. Ваше поведение станет более спонтанным, вы уже не уходите в защиту, наоборот, вы стремитесь к приключениям, готовы рисковать, гордиться своими творениями, в том числе и детьми. Покажите миру свою самую лучшую сторону. Лев в декабре хочет, чтобы его заметили и, конечно, оценили по достоинству. Ваше внимание окажется сфокусировано на развлечениях, ваших увлечениях, досуге и времени, проведенном с детьми. Гороскоп на декабрь, лев, здоровье и энергия. Марс решил закончить этот год в вашем одиннадцатом доме. По мнению гороскопа на декабрь, лев, сейчас вас особенно будет тянуть в какие-то большие компании. Находясь в обществе, вы будете чувствовать прилив энергии. Возможно, вы станете душой коллектива. Старайтесь только избегать конфронтации и открытого соперничества. Ваше стремление стать лидером должно подкрепляться не агрессией, а какими-то конкретными делами. Тем более, что ссоры и конфликты могут привести к повышению артериального давления, особенно у лиц среднего и пожилого возраста. Если льва в декабре будет что-то беспокоить, нужно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование. В этом месяце оно может быть особенно информативным. Любовный гороскоп на декабрь, лев. Венера в конце первой декады декабря также поселится в вашем шестом доме. Она не слишком довольна теми ограничениями, которые накладывает на нее этот сектор. И гороскоп на декабрь, лев предсказывает, что ваша романтическая жизнь так или иначе окажется связана с вашей работой. Возможно, вы будете обсуждать со своей второй половинкой какие-то свои рабочие проблемы. Может быть, вам придется помогать своему партнеру в каком-то деле, возможно, ухаживать за ним во время болезни или даже выполнить за него часть его рабочих обязанностей. У одинокого льва в декабре может завязаться служебный роман. Деловой гороскоп на декабрь, лев. На начало месяца Меркурий тоже будет находиться в вашем пятом доме, но уже в конце первой недели он переходит в шестой дом. Если у вас появятся какие-то новые идеи для вашего бизнеса, то в течение этого транзита вы сможете их детально проработать. Гороскоп на декабрь лев советует вам заняться составлением счетов, необходимых реестров, списков. Может быть, вам понадобится овладеть какими-то новыми рабочими навыками или заняться внедрением новых технологий. Кроме того, лев в декабре сможет уделить внимание своему здоровью, возможно, пройти обследование у врача и при необходимости наметить план лечения. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Льва Возможно, у Льва в декабре закончится какое-то мероприятие, которое вы организовывали вместе с вашими друзьями. Лев может закончить свое участие в одной группе, выйти из нее и присоединиться к какому-то другому коллективному проекту, вызывающему него больше интерес. Возможно, именно сейчас вы получите то, о чем так давно мечтали, сбудется одно из ваших заветных желаний. Вам может потребоваться помощь ваших друзей или наоборот, именно вы обратитесь к ним за помощью. Хороший момент для того, чтобы положить конец какому-то давнему конфликту, сходить в ресторан с этим человеком, посмеяться и поболтать. Новолуние в Козероге 23 декабря для Льва У Львов в декабре появятся вопросы, которые могут быть связаны с вашей работой, вашим здоровьем, повседневными делами или домашними животными. Может быть, не произойдет ничего конкретного, просто вы сами задумаетесь о том, какие изменения вы хотели бы внести в эти области своей жизни. Например, почему бы вам не улучшить свою физическую форму, сесть на диету, заняться спортом и отказаться от вредных привычек. Если у вас есть симптомы, на которые вы до поры, до времени не обращали внимания, самое время проконсультироваться с врачом. Возможно, это позволит предупредить развитие какого-то заболевания. Могут произойти и какие-то изменения, касающиеся ваших домашних питомцев. Или у вас появится новый пушистый друг. Благоприятные дни для льва в декабре. 3, 8, 13, 17, 22, 26, 30. Неблагоприятные дни для льва в декабре. 1, 6, 10, 15, 19, 24, 28. Дева, гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Девы Солнца в вашем четвертом доме и под его влиянием вы сфокусируете свое внимание на событиях, происходящих в вашем доме и вашей семье. Гороскоп предсказывает Деве в декабре, что это могут быть какие-то чисто практические действия с вашей стороны, когда вы приобретаете в дом новые вещи. Мебель, обстановку или даже занимаетесь обменом или продажей самого жилья, покупкой или постройкой нового, переездом и так далее. Или же Дева в декабре просто начнет проводить больше времени со своими домашними, ходить на прогулки со всей семьей, может быть, устраивать какие-то домашние посиделки и встречи. Гороскоп на декабрь Дева, здоровье и энергия. Марс прочно оккупировал ваш десятый дом. Сейчас вы искренне стремитесь к тому, чтобы достичь максимального успеха в любом деле, за которое бы вы не брались. Сильный напор и честолюбие станут вашими надежными помощниками, а вот излишний идеализм может несколько помешать. Ваш авторитет в каких-то вопросах становится неоспоримым, однако гороскоп на декабрь Дева напоминает, что это предполагает и дополнительную ответственность. Не стоит идти по чужим головам и унижать тех, прогноз на здоровье в целом благоприятен, хотя представителям среднего и старшего поколения следует следить за артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой. Особенно если у вас уже имелись подобные проблемы. Дева в декабре может страдать от болей в коленях и растяжения связок. Любовный гороскоп на декабрь Дева. Первую половину месяца Венера также проведет у вас в четвертом доме, затем она переходит в пятый дом. Венера настроит вас на романтический лад. Гороскоп на декабрь Дева считает, что сейчас вы вполне можете удобно устроиться на диване для просмотра какого-то старого романтического фильма и плакать от нахлынувших на вас чувств. Не обижайтесь, если ваша вторая половинка не разделяет вашего увлечения. У нее или у него вполне могут быть свои приоритеты, и это не повод для семейной ссоры. Одинокая Дева в декабре может встретить свою судьбу при помощи кого-то из своих родственников, а если у вас уже есть избранник или избранница, самое время для того, чтобы представить их вашим родителям. Деловой гороскоп на декабрь Дева Немного поможет Солнцу и Меркурий, который в начале месяца тоже будет находиться у вас в четвертом доме. Но уже 7 декабря Меркурий переходит в пятый дом, где и останется до конца года. Вероятно, в этом месяце у вас появятся какие-то новые креативные идеи. Гороскоп на декабрь Дева предсказывает, что вы будете настроены на творческую волну, однако проблема в том, что какая-то реальная практическая ежедневная работа покажется вам чрезвычайно скучной и будет даваться с большим трудом. Может быть, действительно настало время для того, чтобы отвлечься от работы и немного отдохнуть. Дева в декабре сможет больше общаться со своими родственниками и особенно со своими детьми. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Девы Ваши усилия принесли свои плоды и в период этого полнолуния вы можете заметить, что стали завоевали авторитет не только в кругу своих друзей, но и на работе, а самое главное у руководства. Может быть, именно сейчас вас ожидает долгожданное повышение по службе, которого вы так долго забывались. Или вы выиграете какой-то конкурс, получите грант, который позволит вам развиваться и подниматься дальше. Хорошее время для того, чтобы еще раз взглянуть на путь, которым вы движетесь и долгосрочные цели, которые вы поставили перед собой. Взглянуть и убедиться, что они действительно оправдывают те усилия, которые вы прикладываете для их достижения. Новолуния в Козероге 23 декабря для Девы. Данная новолуния будет затрагивать вопросы, касающиеся развлечений, игры и романтических отношений. Вероятно, сейчас вы будете чаще посещать какие-то развлекательные мероприятия, может быть, даже играть в азартные игры, только сильно не увлекайтесь. И даже если вы проиграете какую-то сумму, сейчас это вряд ли вас расстроит. Игра есть игра. Уделите время походам на свидание, романтическому ужину, купите билет в кино или в театр, если вы там давно не были. Если у вас есть дети, сводите их на детский сеанс или в парк развлечений. Поверьте, вам это тоже доставит искреннее удовольствие. Благоприятные дни для Девы в декабре. 1, 6, 11, 16, 20, 24, 28. Неблагоприятные дни для Девы в декабре. 4, 8, 13, 18, 22, 26, 31. Весы гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе весов солнце будет в вашем третьем доме. Оно сосредоточит ваше внимание на вашем ближайшем окружении и общении с ним, на каких-то вопросах, связанных с вашими соседями, родственниками, коллегами по работе. Гороскоп предсказывает весам в декабре, что это будет удачное время для того, чтобы наладить отношения и решить какие-то имеющиеся проблемы. Однако помните, что любое общение является улицей с двусторонним движением, потому не только говорите, но и слушайте то, что вам говорят. Вероятно, у весов в декабре появится больше свежих идей и сейчас наступает удачный момент для того, чтобы вы могли поделиться ими с окружающими. А может быть и начать рекламную кампанию для своего бизнеса. Гороскоп на декабрь весы, здоровье и энергия. Марсу очень нравится ваш девятый дом и уходить отсюда он пока не собирается. Возможно, в последние несколько месяцев вы посвятили немало времени учебе и, может быть, заметили, что знания даются вам не слишком легко. Многое из того, что вы изучаете, кажется вам странным и может вступать в противоречие с вашими внутренними убеждениями. Из-за этого весы в декабре могут вступать в постоянные споры с преподавателями, что, конечно, сказывается не лучшим образом на вашей успеваемости. Постарайтесь все же не обострять ситуацию и не доводить ее до своего отчисления. Что касается вашего здоровья, то гороскоп на декабрь весы предупреждает, что самой уязвимой вашей зоной в этот период окажется нижняя часть спины, поясница, бедра, ягодицы. Здесь могут возникать боли, связанные с усталостью, перенапряжением или какими-то травмами, новыми или полученными ранее. Будьте осторожны на улице, особенно в гололед. Возрастает вероятность сложных переломов при падении. Любовный гороскоп на декабрь весы Первую декаду месяца Венера задержится у вас в третьем доме, затем она тоже переходит в четвертый дом. Возможно, вы с вашим партнером в этот период будете больше интересоваться поэзией, литературой и другими видами искусства, будете смотреть программы и передачи на эту тему, транслируемые по ТВ или искать информацию в интернете. Или вы отправитесь в небольшое путешествие для удовольствия, например, на загородную турбазу или в гости к друзьям в соседний город. В целом же, как считает гороскоп на декабрь весы, это должен быть довольно спокойный для вашей пары месяц, когда вы с удовольствием будете проводить время в уютной домашней обстановке, наслаждаясь обществом друг друга. Хороший транзит для того, чтобы вступить в брак. Что касается одиноких весов в декабре, то, скорее всего, сейчас они будут слишком заняты какими-то домашними делами. Впрочем, свою судьбу можно встретить и просто выйдя выбросить мусор. Деловой гороскоп на декабрь весы. Кстати, о бизнесе. Уже в начале месяца Меркурий перейдет в ваш четвертый дом. Возможно, вам потребуется время на то, чтобы обдумать и обработать информацию, которую вы недавно получили. Гороскоп на декабрь весы предполагает, что вы можете на время удалиться от дел или перенесете свой рабочий кабинет, начнете управлять процессами удаленно. Возможно, сейчас произойдут какие-то события, которые заставят вас больше внимания уделять своему дому и своей семье. Весы в декабре могут столкнуться с какими-то проблемами в этой области, требующими неотложного решения. С другой стороны, это будет хорошее время для тех представителей знака, кто занимается антикварным бизнесом или торгует недвижимостью. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для весов Весы в декабре задумаются о том, куда движется их жизнь, о долгосрочных целях, которые вы перед собой поставили. Оно осветит какие-то вопросы, которые вы не замечали или не могли видеть раньше. Может быть, вы сейчас почувствуете неуверенность, спрашивая себя, действительно ли все то, к чему вы стремитесь, стоит вложенных средств и потраченного времени. Вероятно, оно даже позволит вам каким-то образом заглянуть в ваше будущее краем глаза. А может быть, поможет лучше сфокусироваться на ваших мечтах или же покажет вам более простой путь, иные возможности, которые вы почему-то игнорировали. Новолуние в Козероге 23 декабря для весов Вероятно, у весов в декабре в период этого новолуния инициируются вопросы, касающиеся семьи, дома или семейной истории ваших корней. Может быть, здесь будут происходить какие-то изменения. Например, кто-то может выходить замуж, жениться, переезжать на новое место жительства, одним словом, открывается какая-то новая страница в вашей семейной жизни, причем, включающая и ваших родственников. Или вы просто сами захотите сделать свой дом чуточку уютнее, для чего купите какие-то новые предметы обстановки или просто затеете генеральную уборку, ремонт и тому подобное отличный момент для того, чтобы переехать в новый дом или новую квартиру. Благоприятные дни для весов в декабре 3, 7, 12, 17, 21, 25, 29. Неблагоприятные дни для весов в декабре 1, 5, 9, 15, 19, 23. Скорпион, гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Скорпиона Солнце находится во втором доме. Вам придется сфокусировать свое внимание на своем благосостоянии. Например, на вашей собственной самооценке. Гороскоп предсказывает Скорпиону в декабре, что в целом здесь все должно быть в порядке, если только вы не окажетесь излишне небрежны или самоуверенны. Возможно, вы сами предпримете какие-то действия для того, чтобы сделать свой фундамент более прочным. Или у вас появится хорошая возможность увеличения или получения дополнительных доходов. Также возможно какое-то незапланированное прибавление. Гороскоп на декабрь Скорпион Здоровье и энергия Марс закончит этот год в вашем восьмом доме, а значит, обстановка и основная активность месяца не будет сильно отличаться от той, которая наблюдалась у вас в последние полгода. Гороскоп на декабрь Скорпион рекомендует вам пока не расслабляться и быть внимательными, особенно в каких-то непонятных ситуациях или непредвиденных обстоятельствах. Занимаясь спортом, будьте благоразумны, не рискуйте сверх необходимости и верно рассчитывайте свои навыки, опыт и физические возможности. Любовный гороскоп на декабрь Скорпион Начало месяца, а точнее, его первую декаду, Венера проведет у вас во втором доме. По мнению гороскопа на декабрь Скорпион, в этот период вы будете просто-таки излучать привлекательность. Вы будете часами крутиться перед зеркалом, тщательно следить за своей внешностью, получать подарки от поклонников и сами дарить. И, вероятно, будете проводить много времени в спальне со своим избранником. Когда Венера переселится в ваш третий дом, у Скорпионов в декабре появятся две основные темы для разговоров – любовь и доходы. Причем, вы сможете их удивительным образом естественно сочетать. Настолько изящно, что никому даже в голову не придет заподозрить вас в меркантильности. Деловой гороскоп на декабрь Скорпион В самом начале месяца Меркурий уходит из вашего второго дома и переселяется в третий. Это очень позитивный транзит, и гороскоп на декабрь Скорпион говорит, что ваш разум в этот период будет функционировать с максимальной скоростью. Сейчас вы с большой эффективностью сможете решать несколько задач одновременно совершать телефонные звонки, рассылать письма по электронной почте, проводить переговоры, совершать короткие поездки, ну и так далее. Скорпион в декабре отличается гибкостью мышления и способностью быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам. Вы легко усваиваете любую информацию, и делитесь ею с другими. Полнолуние в близнецах 8 декабря для Скорпиона. Для Скорпиона в декабре эта полнолуния может осветить какие-то вопросы, касающиеся ваших совместных с партнером средств. А может быть, кто-то из вас, Скорпионы, именно сейчас получит наследство. Хорошее время для того, чтобы закрыть все обязательства. Это позволит вам наконец-то спокойно вздохнуть. Вторая тема этого периода – ваша привлекательность. Сейчас вы можете больше времени проводить с партнером наедине и даже поговорить с ним о каких-то беспокоящих вас в этой области вопросах. Может быть, вы вдвоем решитесь на какие-то эксперименты, которые до сих пор оставались для вас табу. Новолуние в Козероге 23 декабря для Скорпиона. Для Скорпионов в декабре будут актуальны вопросы, затрагивающие ваши коммуникации с ближайшим окружением и родственниками. В этой области могут произойти какие-то изменения. Например, у вас могут поменяться соседи, вы получите какие-то новости от своей сестры или брата, или измените маршрут, которым обычно ездите на работу. А может быть, по каким-то причинам вам придется изменить свой привычный распорядок дня. Благоприятное время для того, чтобы узнать или изучить что-то новое, почувствовать непринужденность в социальных ситуациях и каким-то образом разнообразить свою повседневную жизнь. Благоприятные дни для Скорпиона в декабре. 5, 10, 16, 20, 24, 28. Неблагоприятные дни для Скорпиона в декабре. 3, 7, 13, 18, 22, 26, 30. Стрелец, гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Стрельца наступает звездный час, точнее, месяц. Солнце будет находиться в вашем первом доме, оно наделит вас уверенностью в себе и поднимет вашу самооценку. Гороскоп предсказывает Стрельцу в декабре, что сейчас вы не согласны будете оставаться в тени. Вы хотите, чтобы вас заметили и будете делать для этого все, что от вас зависит. Препятствия вас не пугают, вы готовы с ними столкнуться и можете собраться в любой кризисной ситуации. Ваши амбиции тоже возрастут. Стрелец в декабре будет ставить перед собой четкие и ясные цели, совершенно не заботясь о том, что о нем подумают другие. Впрочем, благодаря своему оптимизму и сосредоточению исключительно на позитиве, вы будете вдохновляющим примером для окружающих. Гороскоп на декабрь Стрелец Здоровье и энергия Марс все еще находится в вашем седьмом доме, потому активная обстановка этого месяца не должна сильно отличаться от последних четырех. Было бы неплохо, если бы вы постарались избегать ссор со своим романтическим партнером, тем более, что Стрелец в декабре будет обладать огромной сексуальной энергией, которую подарит ему Марс, а физическая близость может привнести много химии в ваши отношения. Что касается вашего здоровья, то гороскоп на декабрь Стрелец предсказывает, что особенно уязвимыми в этот период окажутся органы ЖКТ, где могут развиваться различные воспалительные процессы, а также возможно появление болей и мышечных спазмов в области поясницы. Любовный гороскоп на декабрь Стрелец Если в начале месяца Венера еще задержится в вашем первом доме, то ближе к его середине она тоже переходит в ваш второй дом. Вероятно, в этот период Стрелец в декабре может взять на себя инициативу в каком-то знакомстве. Не теряйтесь, у вас будут для этого все данные, во-первых, решительность, а во-вторых, неотразимое обаяние. Именно по этой причине у вас не должно быть недостатка в поклонниках. А вот если вы уже находитесь в отношениях или в браке, гороскоп на декабрь Стрелец рекомендует вам не только тешить собственное эго, но и быть немного внимательнее к потребностям своего партнера, иначе между вами то и дело могут вспыхивать ссоры. Деловой гороскоп на декабрь Стрелец Основную часть декабря Меркурий проведет у вас во втором доме. Очевидно, это должно быть хорошее время для вашего бизнеса. Гороскоп на декабрь Стрелец считает, что сейчас вы будете интуитивно чувствовать выгодные сделки и при известной сноровке сможете существенно увеличить свои доходы. С другой стороны, вы будете хорошо понимать, что деньги не валятся с неба и что все имеет свою цену. Но мало понимать, как действует механизм, нужно еще знать, как правильно смазать шестерни. По этой причине возможно, что Стрелец в декабре будет повышать свое образование, в частности, изучать какие-то финансовые дисциплины, чтобы выяснить, например, как работают транзакции и как можно получить доступ к общему пирогу. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Стрельца Стрельца в декабре ждут романтические отношения и деловые партнерства. Возможно, что в последнее время вы часто пренебрегали интересами своего партнера или наоборот, шли на всевозможные уступки и часто себе в ущерб. Теперь же могут произойти какие-то события, которые заставят вас установить верный баланс. Может быть, вам предстоят какие-то важные переговоры, в которых вы не сможете прийти к соглашению, если не найдете компромисса. Или ваша романтическая жизнь окажется под серьезной угрозой из-за вашего упрямства. А может быть, наоборот, вы поймете, что ваш партнер старается вас использовать и поставите ему ультиматум. Новолуние в Стрельце 23 декабря для Стрельца Возможно, что благодаря этому новолунию Стрельцы в декабре смогут каким-то образом улучшить свое финансовое положение. Может быть, у вас появится дополнительный источник дохода или вам поднимут зарплату. Или же каким-то образом оно заставит вас понять, что вам действительно нужно, что для вас представляет истинную ценность. Например, достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье или о благополучии своих близких. Возможно, также, что вы просто не имели возможности жить в соответствии со своими ценностями. Теперь она у вас появится. Новолуние подарит вам какие-то решения, но только от вас зависит, пойдете ли вы навстречу Вселенной и захотите ли принять этот подарок. Благоприятные дни для Стрельца в декабре 4, 8, 13, 18, 22, 26, 31. Неблагоприятные дни для Стрельца в декабре 1, 5, 11, 16, 20. Козерог, гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Козерога Солнце будет находиться в вашем 12-м доме. Гороскоп предсказывает Козерогу в декабре, что оно должно наделить вас особенной проницательностью и чувствительностью. Может быть, в этот период вам придется сосредоточить внимание на установлении собственных пределов при общении. Вы должны иметь возможность уединяться, отдыхать, ездить на природу и духовно развиваться. Козерог в декабре будет стремиться выйти за пределы бренного мира, он будет знать, что существует нечто большее, высшие смыслы, не подвластные человеческому сознанию. По этой причине кто-то из вас может увлечься эзотерикой, а кто-то найдет себя в благотворительной и волонтерской деятельности. Гороскоп на декабрь Козерог здоровье и энергия. Марс все еще находится в вашем 6-м доме, где он и решил завершить этот год. Ваша основная активность не сильно будет отличаться от той, что вы вели в последние несколько месяцев. Кто-то из вас будет полностью выкладываться на работе, кому-то всерьез придется заняться своим самочувствием. Козерогу в декабре нужно стараться не давить на близких, иначе им может потребоваться немало терпения в этот период. А вы же не хотите с ними поссориться прямо перед праздниками. Любовный гороскоп на декабрь Козерог. В течение первой декады декабря Венера продолжит оставаться в вашем 12-м доме. Вероятно, в начале месяца Козерог в декабре будет чрезвычайно серьезно настроен по отношению к любви и отношениям. Может быть, вы даже откажетесь от пары интрижек в этот период. Вообще, сейчас вы можете обладать повышенной привлекательностью для противоположного пола, особенно ближе к середине месяца, после того, как Венера переселится в ваш первый дом. Так что, если вы останетесь одинокими, то только потому, что сами этого захотите. Гороскоп на декабрь Козерог предсказывает, что ваш успех может в какой-то мере вскружить вас, так что у вас проявятся нарциссические черты, когда вы просто не сможете выбрать себе достойного партнера. Деловой гороскоп на декабрь Козерог В самом начале месяца Меркурий покинет ваш 12-й дом и переселится в первый. По мнению гороскопа на декабрь Козерог, вас в этот период будет отличать коммуникабельность, целеустремленность и непосредственность. Вы будете демонстрировать гибкий подход к решению любой задачи, быстро меняя свою точку зрения, если это необходимо, а в любом разговоре быстро захватите инициативу, причем не делая для этого ни малейших усилий. Возможно, Козерогу на декабрь стоит запланировать несколько публичных выступлений или презентаций. Они пройдут чрезвычайно успешно и полное внимание аудитории вам гарантировано. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Козерога Возможно, что Козерогу в декабре в период этого полнолуния придется работать более усердно, чем обычно. А может быть, вас будет беспокоить плохое самочувствие, снизьте до минимума физические нагрузки и пройдите консультацию. Не занимайтесь в этот период какими-то закулисными интригами на работе и откажитесь от участия в любых спорах с коллегами. Будьте внимательны, возможно, ваши недоброжелатели действуют за вашей спиной. Не исключено, что сейчас вам придется уволиться с работы или же вы просто выйдете на пенсию. А может быть, подойдет к окончанию ваш рабочий контракт. Новолуние в Козероге 23 декабря для Козерога Вероятно, у Козерогов в декабре произойдут какие-то события или возникнут некие обстоятельства, которые заставят вас заняться самоанализом, еще раз продумать свои жизненные цели и те пути, которыми вы идете к их достижению. А может быть, вы просто наконец-то обратите внимание на свои собственные цели и потребности, чего не позволяли себе делать уже значительное время. Впрочем, одно можно удачно совмещать с другим, и почему бы вам не побаловать себя чем-то приятным в то время, пока вы будете обдумывать свои следующие шаги. В период этого новолуния вы бросаете в землю семечки, которые будут прорастать в течение последующих шесть месяцев. И плоды вы соберете примерно через полгода, в полнолуние, которое тоже будет происходить в вашем знаке. Благоприятные дни для Козерога в декабре. 5, 10, 14, 19, 23, 27, 27, неблагоприятные дни для Козерога в декабре. 2, 7, 12, 17, 21, 25, 29. Водолей, гороскоп на декабрь 2022 года. В декабре в гороскопе Водолея солнце будет у вас в 11 доме. По этой причине фокус вашего внимания должен сместиться на социальные отношения, потребность в обменах, коммуникациях и интеграции в коллектив. Гороскоп предсказывает Водолею в декабре, что этот месяц будет очень полезен для работы над коллективными проектами и для укрепления социальных или дружеских отношений. Благодаря постоянным контактам с вашими коллегами вы будете получать особенное удовольствие от работы. К тому же Водолей в декабре может без стеснения обращаться за помощью, если она ему вдруг понадобится. Другие будут понимать, что вы не ищете личные власти и не стараетесь их использовать в собственных целях. Гороскоп на декабрь Водолей здоровье и энергия. Поскольку Марс решил закончить этот год в вашем пятом доме, очевидно, что ваша активность в этом месяце не будет сильно отличаться от нескольких предыдущих. Водолея в декабре по-прежнему привлекают какие-то развлечения и игры, если в этом имеется элемент риска или азарта, тем лучше. Если у вас есть дети, вы можете активно вовлекать их в свои занятия, разумеется, соблюдая определенные ограничения. А может быть, вам в этот период просто придется больше времени проводить с детьми по каким-то причинам. Гороскоп на декабрь Водолей предупреждает, что сейчас у вас вероятно обострение каких-то хронических заболеваний. Любовный гороскоп на декабрь Водолей Первую декаду месяца Венера еще будет оставаться в вашем одиннадцатом доме, затем она тоже переселяется в двенадцатый дом. Очевидно, в этом месяце вы не будете афишировать свои чувства или личную жизнь. Гороскоп на декабрь Водолей говорит, что это может происходить по разным причинам, из-за того, что вы будете бояться, что вас не поймут, из-за скромности, застенчивости или просто от того, что захотите какое-то время пожить для себя. Если ваш партнер будет настаивать на легализации ваших отношений, вероятно, вы просто предпочтете с ним расстаться, возможно, не навсегда, а, впрочем, время покажет. Водолей в декабре будет романтичным, скрытным, меланхоличным, у вас может появиться склонность сублимировать или одухотворять свои чувства, что может приносить вам периоды эмоционального одиночества, что на самом деле не будет вас сильно отягощать. Деловой гороскоп на декабрь Водолей В самом начале месяца Меркурий переселяется в ваш 12-й дом. Водолей в декабре будет больше полагаться на свои эмоции, а здравый смысл и логика могут отойти на второй план. Это хороший период для того, чтобы понять свои слабости и признать их. Это поможет вам не делать ошибок в будущем. Вероятно, в этот период вы будете проявлять больше эмпатии по отношению к другим людям, гороскоп на декабрь Водолей считает. Что кто-то из вас может заняться благотворительностью, будет кому-то помогать, причем предпочитая делать это тайно, во всяком случае держась в тени, никак себя не афишируя. С другой стороны, если вам нужно донести что-то до окружающих, лучше отложить это до более подходящего момента. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для Водолея Это полнолуние для Водолея в декабре должно завершить какие-то проекты, касающиеся сферы развлечений или творчества. Ваши романтические отношения тоже могут завершиться или наоборот, перейти на более высокий уровень. Впрочем, если вы сейчас расстанетесь со своим партнером, то очевидно потому, что уже давно в тайне этого хотели. В этот период вы будете настроены веселиться, а какие-то скучные рутинные дела могут быть отложены на потом, не берите сейчас за какие-то серьезные проекты. Вас переполняет энтузиазм, вы то и дело будете совершать какие-то нелепые или спонтанные поступки, потому внимательно следите за своим поведением, чтобы не переборщить. Новолуние в Козероге 23 декабря для Водолея Водолеи в декабре могут стать волонтерами в какой-то благотворительной организации. А еще эта новолуния может открыть вам какой-то секрет, и возможно, что он вам не слишком понравится. Будьте внимательны при общении с людьми, кто-то из них может оказаться не совсем честным по отношению к вам. Хорошее время для того, чтобы постараться очистить свой разум от всякой шелухи. Возможно, для этого вам придется побыть немного в одиночестве и погрузиться в свои мысли и переживания. Уединение поможет вам укрыться от отвлекающих факторов и сосредоточиться на главном. Прислушайтесь к тому, что вам говорит ваш внутренний голос, ваше подсознание и последуйте его совету. Благоприятные дни для водолея в декабре 4, 8, 13, 18, 22, 26, 30. Неблагоприятные дни для водолея в декабре 1, 6, 11, 16. Рыбы Гороскоп на декабрь 2022 года В декабре в гороскопе рыбы солнце проведет в вашем 10-м доме. Ваше внимание в этот период будет сосредоточено на потребности в самоутверждении. Гороскоп предсказывает рыбам в декабре, что ваши амбиции усилятся и выдвинутся на первый план. Вы будете озабочены тем, чтобы занять как можно лучшую позицию из тех, что вам доступны на этот момент. Возможно, вы даже пойдете к руководству и предложите свою кандидатуру для освободившейся должности или попросите о прибавке к заработной плате. И действительно, у рыб в декабре будет достаточно энергии для того, чтобы преуспеть там, где другие терпят поражение, так что дерзайте. Гороскоп на декабрь рыбы здоровье и энергия Марс заканчивает год по-прежнему в вашем четвертом доме. Можно предположить, что ваша активность не слишком будет отличаться от той, которую вы вели в последние несколько месяцев. Очевидно, что рыбы в декабре будут больше заняты домашними хлопотами, что и неудивительно в преддверии наступающих праздников. Будьте внимательнее к своим близким и не пытайтесь держать все под своим контролем. Гороскоп на декабрь рыбы предполагает, что в этот период вы будете подвержены простуде. Поддерживайте свой иммунитет и не переносите недуг на ногах, иначе у вас могут развиться неприятные осложнения. Любовный гороскоп на декабрь рыбы Венера задержится в вашем десятом доме почти на две недели, затем, в середине месяца, она тоже передвинется в одиннадцатый дом. Вероятно, благодаря присущему вам обаянию и шарму. Вы сможете рассчитывать на какие-то дальнейшие подвижки в вашей карьере. Гороскоп на декабрь рыбы предполагает, что определенную роль в вашем профессиональном успехе может сыграть и ваш романтический партнер или супруг может быть. Они составят вам протекцию, подскажут хорошую идею или, воспользовавшись своими знакомствами, помогут устроиться на более перспективную и высокооплачиваемую работу. Кто-то из рыб в декабре может вступить в брак с человеком из более высокого социального круга или существенно старшим по возрасту. И может быть, именно во второй половине месяца вы впервые выйдете в новом качестве в свет. Деловой гороскоп на декабрь рыбы В самом начале декабря Меркурий переселяется к вам в одиннадцатый дом. Вероятно, вы можете получить предложение или сами захотите поработать в каком-то коллективном проекте, а может быть, вступите в одну из профессиональных ассоциаций. Парадоксально, но рыбам в декабре будет легче выступать перед какой-то обширной группой, делиться с ней своими мыслями и идеями, нежели разговаривать с кем-то один на один. Хороший транзит для того, чтобы выступать с лекциями, участвовать в семинарах и проводить презентации. Гороскоп на декабрь Рыбы советуют вам принять участие в какой-то тематической выставке или начать разработку рекламной кампании. Полнолуние в Близнецах 8 декабря для рыб. Рыбы в декабре должны разобраться с семейными приоритетами. Возможно, именно сейчас вы сумеете справиться с одной из проблем, которая не давала вам покоя в этой области. Возможно, у вас на работе произойдут какие-то события, из-за чего вам придется больше времени проводить дома. Или вы просто возьмете отпуск и решите уделить больше внимания своей семье. Важно, чтобы вы сумели понять, что нет никакого смысла в ваших профессиональных успехах, если в семейной и личной жизни царит неразбериха и наоборот. А может быть, что-то заставит вас вспомнить о своем кармическом предназначении, о том, зачем вы пришли в эту жизнь. Новолуние в Козероге 23 декабря для рыб. Для рыб в декабре новолуние активизирует энергии, которые будут влиять на ваши отношения с друзьями и ваши социальные связи. Вероятно, в этой области будут происходить какие-то изменения. Так, например, сейчас вы можете расстаться с кем-то из своих старых друзей. Или наоборот, вы познакомитесь с человеком, который будет играть важную роль в вашей дальнейшей жизни. Может быть, вы почувствуете желание присоединиться к какой-то группе по интересам, а может быть, сами создадите подобную группу. Ваши надежды и мечты на будущее выступают на передний план. Возможно, вы именно в этот период начнете делать первые шаги к их достижению, заложите основы для своего успеха. Благоприятные дни для рыб в декабре. 5, 9, 14, 19, 23, 27, 30. Неблагоприятные дни для рыб в декабре. 2, 7, 12, 17, 21, 25. Субтитры создавал DimaTorzok